В Махачкале в школе номер 13 стартовал 26-й муниципальный этап всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года-2018». Конкурс проводится ежегодно с целью выявления лучших педагогов столицы республики. Он позволяет учителям раскрыть весь свой потенциал и заявить о себе как о профессионалах своего дела. На протяжении всей истории человечества профессия учителя играла чуть ли не самую важную роль в воспитании детей и формировании их как личностей. Именно от того, как педагог преподает свой предмет, зависит то, как усвоят его ученики. Ежегодный конкурс «Учитель года» мотивирует преподавателей совершенствовать свою методику обучения. Это говорит о том, что люди готовы соревноваться, люди готовы обменяться опытом, люди готовы совершенствоваться. И в этой связи мы можем говорить о целом росте профессиональной подготовки педагогических кадров. Без таких мероприятий, без определенных состязаний в профессиональном цеху, так скажем, в определенной учительской корпорации мы не можем говорить о совершенствовании и не можем определенные, как говорится, критерии выдвигать и сравнивать ту или иную методику. В этом году в конкурсе принимают участие 33 преподавателя. Они должны будут проявить свои педагогические навыки, выполняя специальные задания. Оцениваться будет их методика ведения предмета, подход к передаче знаний и владения современными педагогическими технологиями. Компетентная жюри отобрала 33 портфолио, достаточно хорошего накопления, содержательного, где учителя являются победителями, призерами различных конкурсов, имеют высокий статус. Среди них есть и очень молодые, имеющие 3 года стажа работы, есть учителя с большим стажем работы, около 30. И они будут соревноваться 4 дня за звание лучшего учителя столицы 2018 года. Для каждого из педагогов этот конкурс словно вызов их профессионализму. Учителя стараются быть более компетентными, а не пытаются внести что-то новое в образовательный процесс, стараясь сделать свою методику оригинальной. Много бессонных ночей, много времени проведенного над работой, над уроком, над своей педагогической презентацией. Я считаю, что проведение таких конкурсов очень важно, так как любой преподаватель после этого конкурса будет чувствовать себя намного выше. Это некий элемент роста для каждого преподавателя. В финал конкурса выйдут 5 претендентов. Победителю представится возможность проявить себя в аналогичном конкурсе уже на республиканском уровне, занявший первое место в котором будет бороться за звание лучшего учителя страны. Абдулла Алиевнур, Магмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.